Утро начинается не с кофе. Долго думали, решали, что же сделать. И па, а па. Решили сделать ааа. Американ Эмбер Эль. Думаю, будет круто. Насыщенный, ну, по канонам BGTP. Насыщенный карамельный солодово-хмельной напиток. Такой, чтобы был хмелевой, ароматический очень профиль. Но и солодовость очень-очень хорошо проявлялась. Поэтому, что мы его сделаем на отварках. Ладно, начинаем. На, держи. Это все мне? Фиг с тобой. На, держи. Продолжение следует... 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 5,6 5,6 5,5 5,6 5,6 Все-таки 5,6 Даже не очень Плохо, а очень даже Скажем, хорошо Чем темнее солод, тем больше он понижает PH Но мы подкорректируем 25 грамм Волшебной жидкости Вообще ничем не пахнет Пробовать я ее не буду Эти 25 грамм Волшебной жидкости Довершат свое грязное дело В понижении PH воды То, что не доделал солод Ну и замеряем После корректировки 5,2 5,2 5,2 Вот так вот Все очень-очень точно рассчитано Прямо математическая точность Нам для Нам для Нам для Для нашего сорта Надо 5,2 5,3 Вот так вот PH Пауза 54 Прошла 20 минут И теперь Вот здесь Должна появиться Цифра 63 А сделаем это Мы не нагревом А отваркой Оп А как пахнет Как пахнет Если бы только знали Протолец Протолец закончился Теперь Поднимаем Раз Раз А Слышим Усиливавшись Усиливающись Уси Усилившиеся Уси Слушаем Усилившиеся Это Вайцинбок Красавчик Ну вот И перекачали Отварочку Нашу И тут уже Практически Осахарилась Температура Прощелкал 64 64 И сразу же Делаем вторую Отварочку То есть Обратный ход Пошел Обратный ход Вторая отварка Люблю две отварки Руки две Ноги две Глаза два Две отварки По-моему Все логично Да И два пивовара Да Два бака Час Целый час У нас будет На 63 Паузе Будет Пиво Очень 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 Хорошее Пиво Будет У нас Вот и Поспела Наша вторая Отварка Какая она По виду У нас Вот таким Макаром Да Хорошо 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 Так Немножечко Добавим Оборотов И Прислушиваемся Понеслась 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 Все Сейчас Поднимаем До нашей Декстринирующей Паузы Минут 20 И На фильтрацию Не Ну немножко Поднимем До Машаута Мы же не звери Какие А пока мы варим Амбер Эль У нас Пришла Посылочка Посылочка С Киева От наших Друзей Практически Родственников Коллег Пивоваров Алексея И Вадима Отличные Ребята Сделали себе Обалденную Вообще Пивоварню Домашню Просто По всем Мировым Стандартам Плиточка Освещение Вентиляция Канализация Все На таком Высшем уровне Многие Пивоварни Даже Позавидуют Это Точно Говорю Точно И вот Они нам Прислали Первые Свои Образцы Образцы Так Что же У нас Есть Вайцен 2 Отлично Отлично Тоже Любители По пшеничке Выступить Венолагер А это Пилфнер Четвертый Образец У нас Пшеничная Первенец Ну и как Вы думаете Какое Пиво У этих Ребят Будет Если Даже Первое Пиво Своё Назвали Первенец Чех Дарк Лагер Чешский Темный Лагер Помню Помню Я Фантомаса На фанатике Да Перед тобой Я Фантомас Будет С чем Сравнить Мы Уже В этом Деле Опытные Вайцен 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 1 Получается Да Вайцен 1 Отличный Набор Отличный Набор Классики Как я и думал Именно Это Я И Полагал Очень Хочу Попробовать Делать Очень 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 Не терпится Но Сегодня Мы Не будем Работа Да Работа Я думаю Если Мы Сейчас Будем Дегустировать Да Амбер Мы Не Сварим Амбер Амбер Уйдет В небытие Так что Запаковываем До скорых встреч Так что В холодильничек И Ждет Своего часа Будет Дегустация Все Пошли Дальше Варить Все Фильтрация Сейчас Наберем 20 минут Поспим Потом Прогоним Обратно И Фильтрация А потом Пойдем Часа на Три Спать А Оно Пока Отфильтруется Фильтрация Уже Почти Закончена Сейчас Зальем Промывную Воду Такая Глубина Мощный Драбину Выгрузили Фильтр Чан Моем А у нас Уже Кипит Наш Амбер Эль Ай Красота Вторая Закладка Нашего Хмеля Штириан Голдинг Какой Обалденный Хмель Рекомендую Хмель Чрезвычайно Ароматный И Классный Ну 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 Давай Бух Бух Еще Геркулесик У нас Пойдет Ох Будет Ароматный Такой Амбер Солодово Хмель Напиток Я думаю Будет Очень 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 Классно Третий Нашмель Геркуланум Ах Очень Очень Ароматный Классный Такой Темный Маслянистый 17,8 Альфа Уху Последняя Закидка Сейчас Пойдет Жара Сейчас Сейчас Давай 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 И Все Что Ли О Не 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 Ух Нормально Как дела Нормально Нормально Нереально Все Сварилось Отстоялось Посмотрим Что там Получилось Какая Красота Вау Вау Затягивает Прям Затягивает Блин Туда Такое Все Перекачали В ЦКД А вот Такой Белочек Должен Оставаться Плотненький Хороший Рассказываю Про брожение Открыто У нас Все Здесь Вот эта Вот фигня Открыто Через Шпунт Аппарат Не идет А напрямую Выходит Углекислый Газ Будем считать Открытое Ображение Вот такая Мутная Амберелина У нас И пахнет Уже Хорошо Где-то Получается 8 У нас Где-то До 8 Процентов Сбродил 19,2 Пока Шпунтовать Не будем Потому что Еще Сладковатое Еще Бродить И бродить А на Последних Процентов Ну где-то 5-4 Процента Я думаю Закроем Тот Крам Поставим Под шпунт И она На последних Процентах Закарбонизируется Закарбонизируется Сама Само Сам Сам Эль Самостоятельно Самостоятельно Ну вот и прошло 20 дней брожения Наш Амбер Эль Выбродил До Полтора Процента Очень Очень Хорошо Очень Хорошо Отлично Вот Я его зашпунтовал Когда было 3% То есть Я закрыл Вот этот Вот краник Поставил Под шпунт И он Набрался 1,2 Получилось Сейчас Началось Охлаждение Там С 20 Градусов Уже Градусов 8 Вот И Дрожжи Начали Оседать На дно Конуса И мы Сейчас будем Собирать А для этого Мне понадобится Вот такая Вот Шапочка Ну Шапочка Не шапочка А Очень Нужная Вещь И делаем Хитрую Штуку Если Просто так Стравливать Открывать То Под давлением Дрожжи Будут Разлетаться Куда Только Глаза Глядят А так У нас Будет Защитная Рубашечка Вот Такие Вот Дрожжики Начали Оседать Мощные Сразу Буду Их Сливать Использовать Я их Больше Не буду Отвезу На огород На компостную Кучу И будет У меня Компост Удобренный Удобренный Со всеми Витаминами Микроэлементами Огурцы Помидоры Будут Вот такие Надо Кушать Много Овощей Чтоб На попе Не было Прощай И Вот так Будем Сливать Дня Два Три Потихонечку Они будут Оседать Сливать Оседать Сливать Оседать Сливать Чтобы Не было У нас Автолиза И дрожжевого Такого Гнилостного Запаха Будем Очищать Осветлять Очищать Пиво Ну вот Для первого Слива Достаточно Еще Завтра Послезавтра Посливаю Дрожжи Потом Опущу До нуля И все Оно у нас При нуле Будет Созревать Еще Дней Десять Как минимум Должно Стабилизироваться Осветлиться И будет У нас Амбер Эль Такой Янтарный Замечательный Напиток Ну что Друзья Клуб любителей Пивных новинок Можно считать Открытым Бурные аплодисменты Переходящие В овации Все встают Читал В газете За 86 87 Когда еще Брежнев Был Вот у тебя Сейчас Такие газеты Ну А Да Подожди А когда Брежнев Ну ты мочишь Мочишь Короче Когда еще Брежнев Был Там Заседание Пленума КПСС И там Постоянно Вот так Он что-то там Трындит Трындит А потом Бурные овации Бурные аплодисменты Бурные аплодисменты Переходящие В овации И в конце Бурные аплодисменты Переходящие В овации Все встают Целуются И нахождают Другой Керой Целуются Там Серьезно Там Такой Засос Был С хонекером Засос Челюсть Поцелуй Астана Холодную Войду Друзья Наш Амбер Эль Готов Будем Пробовать Мне кажется Просто Давай Расскажем И все Люди Привступают Лучше Это реально Шедевр Американского Искусства Давай Американского Искусства Американский Амбер Эль Да понятно Не Ну цвет Красивый Прямо Такой Да Чего Темно Темно Медный С Красноватым Отливом Это вообще Мои слова Были Ну ладно Ладно Когда ты Налипу Хорошо Такой Медный Ай, красота вообще. Вообще, вообще красота. Вообще, вообще. Нет, просто вообще, вообще. Супер. Ну что, по цвету янтарный эль у нас получился. Да, темно-янтарный. Да, пенка у нас хороша. 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 Хороший запах. Не такой ярко выраженный. Зажопил. От этого места поподробнее. Что именно? Зажал хмеля немножко, да? Не, ну там же два варианта, я так понимаю. Можно закинуть хмеля. Много. Можно сделать его чисто солодовым. Насколько я помню, коллега, вы его сделали чисто солодовым. И как только я брал хмель, ты мне сразу эта линейка выбирала. Да, да, да. Не, 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 не. Мы будем делать его солодовым. Хотелось сделать более солодовый, более как бы уравновешенный, без акцента на хмель и без явной горечи. Да, я все пытаюсь его переманить на вот эти фантастические напитки типа АПА и ПА. Не дается, ребята. Не дается никак. Нюхать буду, пить. Ну, не любит он горечь в категории. А тут хочу попить. Да. Этого хмеля хмеля. Хмеля пива. А сам меня накрутил, получается. Думал, АПУ будем делать. А-а-а. Не, пахнет хорошо. Обалденно. Хмелевой запах есть. Вот, ну... Уравновешенный. Да, не явный такой вот мощный хмелевой, а вот такой вот мягкий, мягкий хмелевой. Слушай, ну давай, понеслась. Много говоришь. Ну-ка. Класс. Мне очень нравится. Это какая-то жидкая карамель. Карамель мощная. 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 Послевкусие карамельно-хлебная просто зашкаливает. Просто у меня слов нету. Мощная. Так и пьется хорошо. Ага. Я что-то думал, что как-то все-таки... Горчинка есть, но она мягкая. Плавная финишка, конечно. Идеально. Для начинающих, кто хочет приобщиться к хорошему крафту. Скажем так, перейти вот с этих сладковатых напоев на более крафтовые сорта. Вот мягкий, чтобы мягкий переход был. Идеальный вариант. Слушай, ну тут хмель с соло друг друга так дополняют. Капец. Я не... Баланс. Не могу нашупать. Баланс. Класс. И нюхать можно, да, и пить. Пьется очень хорошо. Отлично пьется. Очень вкусненько. Да, карамелька такая. Карамелька-карамелька. Прям карамелька-карамелька-карамелька. Да. Карамелька хлебная. Карамелька хлебная, да. В конце такая легкая-легкая горечь. Слушай, а почему американский? Что прям так вот, прям американский-американский? Ну, по стилю, как бы, да. Что должен так вот выпиваешь, а потом сразу жонет. Ты пришел в деньги свадьбы моей. Дочери просишь меня убивать. Give me my money. Да, да, да. Блин, ну вкусненько, очень вкусненько. Отварочки все-таки, да, помогают. Даже в этом стиле. Выжимают. Да. Все лучшее. Да, такая карамелизация. Использовались в засыпи. Амбер. Мюних. Мюних. Вена. Да. Но, отварка, как бы, усилила это. Карамелизацию усилила. И такая, очень уж мощная получилась. Такая гладкая, мощная. Оно же вроде как сладковатое такое. Хотя оно выбродило очень, очень хорошо. Там почти полтора процента осталось конечной плотности. Да. Да. С 13. Оно сухенькое, сухенькое. Но, вот эта вот карамельность дает, прямо, очень, очень хороший такой вкус. Не, Жиж, мне очень, конечно, нравится то, что он нейтральное такое. То есть, хмель и сло друг друга так дополняют, очень, очень интересно. Ну, короче, очень вкусно. Хмель. Хмель. Ну, объяснил. Да, да, да. Вот объяснил. Зачем? Хмель. Да. Наверное, по второй. Я сгоняю? Да. Давай. Хмель. Как-то легко ушло. Я думаю, мы сейчас второй литр приговорим. Уничтожим. А, мы же сделаем в новых кружечках. Нам кружечки новые. Подогнали. Спасибо огромное, Эрдни. Приезжал к нам с Элисты. Угу. Мужчина, очень колоритный артист, бас. Такой. Жаль, не застал. Да. Спасибо вам большое. Эрдни, привет. Привет, привет. Большой привет. Да. Подарил нам кружечки. Вот такие мощные кружечки с Калмыкии. Большое спасибо. Очень красиво. Очень приятно. Очень красиво. Из таких далеких стран. Очень приятно, конечно. Да. Что они пустые стоят? Да. Не, ну я же любуюсь. Смотри, какая красота. Давай. А? Ты уже здесь? Красавчик. Оббираешь? Красавчик. Давай. Давай, попробуем. Снова кружечек, да? Снова кружечек. А что ты не показываешь? Скрыл, да? Извини. Скрыл. Ай, давай, давай. Ай, красота. Ай, давай, давай, давай. Ай, красота. Ай, давай, 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 давай. Сканем. Какой быстрый и маскуристый. Подожди. Вы что хотите, что сказать? А ты верблюд. Выносливый. И большой. Да, 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 да. Это мы остальное пробовать будем. Ох. Ребята, если бы вы знали, что у нас творится в холодильнике. Капец. Прислали кучу пива. Ну, про Лешу. Словатиком, да. Мы уже говорили. Целый ящик. Это ящик побороть надо. Да, да, да. Потом с литры нам дали набор красивых сидра. Испанских. Испанских. Ну-ка, зацени. Ну, зацени. В смысле, БК или сидра зацени? Сидры, сидры, сидры. Покажи, покажи сидры. Этого... Блин, уже месяц не можем попробовать. Все никак не доходят руки. Нет, попробовать так можно, но хочется снять, поделиться. Поделиться хочется, ну, как-то впечатлением. Ну, это просто. Сидры настоящие, яблочные, натуральные. Мы очень хотим качественный сидр, попробовать понять. Ну, не доходят руки, просто не доходят. Столько дел. Ну, вдвоем. А, блин. Да. Все нас бросили. Ничего, ничего. Да, дойдем. Дойдем. Короче, Леша. Сидры. 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 Потом еще у нас наши сорта. Жигули. 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 У нас целый фильм. Долго. Да. Роггин биф. Роггин биф. Вот этого товарища очень, конечно. Да. Да. Четыре дня. Четыре дня. Да. Четыре дня. Четыре дня. Еще нам обещали там прислать тоже домашние пивовары. Они гады. Ну, рабочая неделя у нас как бы занята. Все. Пока. Всего вам хорошего. Пейте хорошее пиво. Пейте хорошее пиво. Наслаждайтесь жизнью. Пока.